Есть книга, которая не такая уж большая в своих размерах, выглядит совершенно обычным образом, но на её страницах содержится весь мир. Тайны прошлого, настоящего, будущего, все тайны бытия заключают в себе эти страницы, на которых всё написано обычным шрифтом. Что это за книга? И всё в ней написано из первых уст, от самого Создателя. Это книга — Библия. В эфире «Модная книга». Недостатки есть у каждого человека. Но как часто мы берём в себе какой-то маленький пустячок и раздуваем его до невиданных размеров, а потом мучаемся, страдаем, считаем себя хуже других, так из-за простой мнительности мы обрастаем комплексами. И вместо того, чтобы развивать себя как Личность, страдаем из-за больших ушей или крупного носа, по нашему мнению. Что такое комплексы? Как от них избавиться? Поговорим сегодня об этом в «Свете модной книги» с нашим гостем. Гость нашей студии — пастор церкви Василий Дедковский. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Юля. Василий, комплексы бывают разные. Иногда люди боятся улыбаться, потому что им кажется, что что-то не так с их улыбкой. Что такое комплексы? Какие они вообще бывают? Ну, вообще, если говорить о комплексах, то специалисты говорят, что это некие отклонения от общепринятых стандартов во внешности или в поведении. Условно их можно разделить на три подкатегории. Первое — это юношеские или временные. Ну, это, я думаю, знакомые комплексы каждому из нас. Да-да-да, конечно. Проходили через это. Это период гадкого утёнка, который проходит каждый юноша и девушка в своей жизни. И хорошая новость тем, кто страдает и мучается этими комплексами, в том, что рано или поздно они закончатся. Да, вот мне тоже понравилась проходящая стадия, Вы сказали. Это очень приятно звучит. И рано или поздно, но обычно всегда гадкий утёнок всегда превращается в прекрасного лебедя. Это тоже очень вдохновляет. Вторая подгруппа — это надуманные комплексы. Когда человек имеет чисто субъективное представление о каком-то своём комплексе. О каком-то недостатке, который ему кажется, да? Он просто что-то надумал себе, вбил, как говорят, себе в голову и мучается с этим. Правильно выразились. И третья группа — это приобретённые комплексы. То есть это группа исключений, когда эти отклонения возникают вследствие, может быть, каких-то травм, увечий, которые человек получает. То есть это реально, если до этого он надумал, что у него что-то с носом, да? Да. Вы имеете в виду, третья группа — это действительно когда что-то не так, да? Да. Когда человек действительно имеет какое-то отклонение общепринятых стандартов. Может быть, он в силу какой-то травмы приобрёл хромоту или какие-то другие дефекты своего внешнего вида. И какими глупыми кажутся первые две стадии, наверное, для тех, кто страдает уже третьей, да? Третьей, да. Действительно так. Откуда вообще берутся комплексы? Ну, кроме третьей категории, на которую мы только что смотрели, откуда они берутся? Чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю обратиться к Библии. Давайте откроем нашу модную книгу. В третьей главе есть интереснейшая история о том, как возник первый комплекс. Причём он появился у человека, который был безукоризненным во всех отношениях. Как такое возможно? У Евы до хребхопадения. Вот это да. Можете представить себе? Нет. Когда она подошла к дереву познания добра и зла, она была полностью совершенна. Но тут она слышит голос. Ева, ты думаешь, у тебя всё в порядке? Нет. Ты заблуждаешься? Ты много чего не знаешь? Вот посмотри на меня. Я нахожусь в гораздо больших высотах познания. Я советую тебе исправить своё положение. Примерно так можно перефразировать те слова, которые говорил дьявол жене. И Ева начала сразу надумывать себе что-то, да? Змей, написано, был хитрее всех зверей полевых. И сказал змей жене, подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Жена говорит, нет, мы можем есть, только вот плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И дальше очень важный момент. И сказал змей жене, нет, не умрёте. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Дьявол создаёт Еве комплекс неполноценности. Точно. И дальше использует эту ситуацию по своему усмотрению. По этому же принципу работают сегодня средства массовой информации. А, даже так? Которые сегодня являются вот этим змеем. А что вы имеете в виду средства массовой информации? Это наше телевидение, это интернет, это журналы, газеты. Создаётся некий образ идеальной личности, каких-то особенных стандартов, которыми вы должны… А точно Голливуд навязывает нам свои стандарты, правда? Совершенно верно. А мы же все совершенно обычные люди, и страдаем, сидим, мучаемся. Вы, если хотите быть преуспевающим человеком, должны иметь соответствующие объёмы, бюсты, груди и так далее. Обязательно. Без этого никуда. Носить определённую одежду, даже ездить на определённом автомобиле. И сколько комплексов появляется, потому что мы же все не такие. И когда человек попадает под действие этого веса, так скажем, он испытывает чувство неполноценности. И дальше наступает следующий момент. Для того, чтобы этого человека использовать, как Ева использовала в своё время, ему также предлагаются своего рода услуги. Как в своё время дьявол предложил Еве этот запретный плод, также сегодня нам предлагают всевозможного вида средств для того, чтобы избавить нас от этих комплексов. У вас волос седой на голове, какой позор, это недопустимо. Вот, пожалуйста, возьмите краску. Это самая лучшая краска, от которой вы избавитесь от седины раз и навсегда. Через какое-то время вам будут предлагать лосьон или бальзам для укрепления ваших волос, а потом морщинки на глазах. Какой ужас! Я правильно вас понимаю? Масс-медиа сами создают в нас эти недостатки за счёт того, чтобы восполнить. Восполнить. Правильно? И чтобы потом воспользоваться этим. Воспользоваться, да. Они сами создают этот спрос в нас. Да. Такого понятия, как комплексы, в Священном Писании нет. В Священном Писании мы видим человека, который создан по образу и подобию Божьему. То есть без комплексов создан. И безупречен. Безупречен. Конечно. И то, что происходит в нашей жизни, на определённом этапе нашего жизненного пути, оно является в определённом смысле благословением для нас. Потому что, проходя эти этапы, человек чему-то учится, что-то познаёт. Что касается таких комплексов, о которых мы говорили вначале как приобретённые, то они имеют также свою цель в нашей жизни. Я не совсем вас поняла. Вы имеете в виду, что что-то положительное есть в комплексах? Есть, да. Что же? Ну, не то, что в комплексах, а в каких-то наших недостатках. Чтобы понять, что это такое, давайте откроем то, что говорит апостол Павел о себе. У него тоже был какой-то комплекс, с которым он мучился. Это, возможно, была болезнь глаз. И вот во втором послании Коринфянах, в 12 главе, он говорит такие слова. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не провозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Интересно. Ещё хочу одну историю рассказать об одной молодой девушке Елене Гармоне. Я думаю, вам знакомо это имя, мы её знаем лучше, как Елена Уайт. В возрасте 9 лет она получила очень серьёзную травму. Её одноклассница из-за зависти запустила в неё большой камень, который ударил её в область переносица. Ужас. Две недели она находилась в состоянии комы. И потом, когда она пришла в себя, то к своему очень большому сожалению и сожалению своих родителей, она была обезображена этим ударом. А вдобавок она ещё лишилась способности для того, чтобы учиться в общеобразовательной школе. Юля, как ты думаешь, это серьёзный комплекс? Конечно. И при том, это третья категория, самая ужасная, да? Да. Когда оно не надумано, оно действительно недостаток. Но потом, вспоминая свою жизнь, она говорила, что «благодаря этому удару я обрела небо». Как такое возможно? Потому что, находясь в таком ограниченном состоянии, человек испытывал необходимость и нужду в Боге. И Божье провидение ведёт нас по жизни так, чтобы мы как можно ближе могли подойти к Богу. И часто провидение использует некие такие комплексы для того, чтобы приблизить нас к Богу или оградить от каких-то неприятностей, трудностей, проблем. А как вы правы, а? Вот даже по себе знаю. Когда я приобрела определённую болезнь в своей жизни, я стала ближе к Богу. Казалось бы, ну, плакать, огорчаться, а наоборот, я стала ближе к Богу. И этого это и нужно. Я в своей юности имел такой опыт. По маминой линии была бабушка у нас, которая, когда я родился и появился на свет, уже лежала, прикованная полностью к постели. Она не могла ни двигаться, ни ходить, ни сама покушать, ничего. Ей нужна была нянька. И вот такой нянькой для неё стал я. И когда мои друзья уходили куда-то гулять, я вынужден был быть дома рядом с ней. Я кусал зубы, губы и говорил, господи, зачем это такое? Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за него, похоже. Я очень расстраивался и никак не мог понять, откуда такая напасть на мою голову. И только сейчас я понимаю, что благодаря той бабушке я смог остаться тем, кем сейчас являюсь. Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если я был бы свободен и находился в тех компаниях, куда уходили бы мои друзья. Я благодарю Бога за этот комплекс, который в детстве я имел. Действительно. Если под этим углом рассматривать комплексы, их даже комплексами не назовёшь. Да. Комплексы являются благословением. Да, как писал апостол, о котором мы только что читали. Хорошо. А к чему всё-таки могут привести комплексы? Как далеко они могут завести? Если неправильно понимать комплексы, то они часто приводят к одиночеству, когда человек изолируется. Когда из-за своих выдуманных каких-то отклонений человек лишает себя возможности развиваться в другом каком-то направлении. Если действительно уж мне кажется, что у меня какие-то есть отклонения, допустим, во внешнем виде, то я думаю, что неплохо поработать над том, чтобы привести себя в порядок. Если я имею лишний вес, к примеру, то неплохо обратиться к литературе, которая открывает и помогает, как избавиться от этой проблемы. Поэтому если у парня, к примеру, узкие плечи, я думаю, каждый парень знает, чем нужно заниматься, чтобы они были пошире. Я не думаю, что нужно очень сильно переживать по поводу комплексов. В Священном Писании нигде нет написано того, чтобы мы очень переживали и беспокоились, если у нас нос не такой, как нам кажется. Скажу, что Творец каждому из нас определил тот нос, который лучше всего подходит для нас. Ко всему нашему облику, да? Конечно. И если на место моего носа поставить, ну, к примеру, ваш Юленька, то он никак не впишется в интерьер, правда? Понимаю, да. Это как конструктор. Бог предусмотрел самые лучшие комбинации. Артур Максвелл рассказал одну очень интересную историю, которая произошла в его студенческие годы. Вместе с ним в колледже учился его друг Эрик, который был заурядным парнем, небольшого роста, рыжеволосым, а вдобавок еще и имел оспинки на лице. По человеческим понятиям ужас, да? Ну, ни на что не годится. Да, кошмар. И вот однажды он подошел к нему, к Артуру и говорит, ты знаешь, у меня есть новость для тебя. Какая? Я влюбился в Мили. Кто такая Мили? Мили – это была самая красивая девушка в колледже. Артур посмотрел на него и говорит, ну, я тебе могу только посочувствовать. За Мили гонялись все студенты. Но она сказала твердо, я сюда приехала, чтобы учиться, а не влюбляться. И всем она давала отворот поворот. И вот приходит, проходит какое-то время, и по колледжу ходят слухи, что Мили должна уехать, потому что у нее нет денег для того, чтобы оплачивать дальше обучение в колледже. Что делает Эрик? Он идет к финансовому директору и договаривается с ним оплатить учебу в Мили. Но делать он это сможет только за свой счет. А это значит, что у Эрика нет никаких шансов продолжать учебу дальше. Он, в конце концов, уговаривает директора, оплачивает учебу в Мили, а сам уезжает для того, чтобы заработать деньги. С ума сойти. Он попросил, чтобы об этом никто не знал. И финансовый директор это все сохранил в тайне. Время шло. Через год Эрик вернулся опять в колледже, заработавший деньги. Через какое-то время он, еще более проникшую любовью к Мили, открывает ей свое сердце. Мили, конечно, отреагировала очень бурно и грубо. Отвергнувшая его любовь и сказала, что у тебя нет никаких шансов. Об этом стало известно одному другу. И когда он подошел потом к Миле, он сказал, ты свободная девушка, и ты могла, конечно, отвергнуть сердце Эрика, но зачем ты сделала это так грубо? Ведь он за тебя заплатил за учебу. Мире вначале не поверила. Потом она пошла к финансовому директору и все-таки уговорила его признаться и рассказать правду. Впоследствии она вспоминала, говорит, когда я об этом узнала, я вначале нервничала, я сердилась. Я пришла просто в негодование, кто ему позволил, кто дал право так ему поступать. Но чем больше я об этом думала, тем больше я начинала понимать, что он для меня сделал. И потом я подумала, как я могу отвергнуть того, кто так меня любит? Найду ли я больше еще в жизни кого-то, кто бы меня мог бы так любить? Ведь очень скоро стало известно, что Мире выходит замуж за Эрика. И через какое-то время они сыграли свадьбу. И жили долго и счастливо. Конечно. Поэтому если даже есть комплекс какой-то у меня, то он может быть с лифой перекрыт другими положительными сторонами моей личности. Если мой друг, к примеру, будет самым первым голливудским каким-то героем, суперменом или же звездой, супермоделью, но если этот человек будет эгоистичен, капризный, требовательный, то через полгода он для меня станет врагом номер один. Но если этот человек даже будет с оспинками на лице небольшого роста и с рыжим цветом волос, но за меня будет готов заплатить за год учебы, то с этим человеком я буду самой счастливой или самым счастливым человеком. Я вас понимаю. Поэтому у всех, у кого есть комплексы, обратите свое внимание от себя к другим, и вы будете счастливы. Спасибо большое, Василий. Даже если вы рыжий, маленького роста, в оспинках, нос у вас с горбинкой, возьмите зеркальце, посмотрите на себя. Может быть, внешне вы себе не нравитесь, но загляните к себе в сердце. Может быть, там вы увидите кого-нибудь милого, доброго, похожего на солнышко и улыбающегося. И тогда все ваши внешние недостатки с лихвой будут перекрыты вашей внутренней красотой. Избавляйтесь от комплексов и читайте модную книгу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова